Ир afraid Иррей Итак, сегодня был опубликован новый учебный журнал и я хотел обратить внимание вот на эту статью. В данной статье я особенно хотел сделать упор на два абзаца. А пока небольшая вводная, статья посвящена Назареям и конечно, чему современные свидетели Иеговы могут у них научиться. Давайте послушаем, что лидеры заявляют и как интерпретируют. Пусть и Иегова будет на первом месте в вашей жизни. Абзац 10. Вопрос. Почему требование, записанное в числах 6, стихах 6 и 7, могло стать для Назареев испытанием? Прочитаем числа 6, стихи 6 и 7. Все время, пока он остается отделенным для Иеговы, он не должен приближаться к умершему. Даже если умрет его отец, мать, брат или сестра, то и тогда он не должен осквернять себя, потому что у него на голове знак Назарейства для его Бога. Назареи не могли приближаться к умершим. На первый взгляд это не такая уж большая жертва. Но в библейские времена это требование могло стать для Назарея настоящим испытанием, особенно когда умирал близкий родственник. Погребальные обычаи тех дней требовали от человека находиться рядом с телом умершего. Обет Назарея не позволял ему следовать этой традиции. Даже сильно скорбя, Назареи проявляли крепкую веру и продолжали соблюдать свой обет. Без сомнения, Иегова укреплял этих преданных служителей, чтобы они могли справляться с такими тяжелыми испытаниями. Авзац 11. Вопрос. На что нужно настроиться христианину, когда дело касается семейных вопросов? Мы серьезно относимся к христианскому обету посвящения Иегове. Это влияет на то, какие решения мы принимаем и как поступаем в семейных делах. Мы не пренебрегаем своими обязанностями перед родными, но не позволяем, чтобы их желания становились для нас важнее требований Иеговы. Иногда, чтобы радовать Иегову, нам приходится принимать решения, с которыми нашим родственникам трудно смириться. К абзацу 11 приводится иллюстрация. С крыши дома Назарей смотрит на похоронную процессию. Он сильно скорбит. Итак, нахождение Назарея с телом умершего оскверняло его. Но действительно ли это так? Библия не дает однозначный ответ на этот вопрос, зато точно говорит о другом. Прикосновение к умершему делает человека церемориально нечистым. Но лидеры организации сделали упор на нахождение рядом. Давайте скажем честно, находиться рядом и прикасаться к мертвому это две большие разницы. Обратимся к Библии свидетелей Иеговы и рассмотрим является действие приближения, актом осквернения. Для этого мы посмотрим ряд ссылок из этого же перевода. Именно эта ссылка ничего не проясняет. Перейдем к следующей. Но это уже более интересней. Отсылка нас приводит к 21 главе книги Левит. Эта глава посвящена, не среднестатистическому израильтянину и даже не Назарею, в главе приводятся нормативы для сынов Аарона. Даже для священников и левитов была сделана поблажка и они могли оскверняться, но лидеры сторожевой башни частично привели этот текст. Чисто технически этот текст не подходит для простого израильтянина так и для Назарея, так как он относится только сына Марона. Еще они приводят одиннадцатый текст. И это особый вид служения, и этот текст относится только первосвященнику, поэтому к Назарейству он не имеет никакого значения. Не совсем понятно зачем приводить эти тексты в качестве так называемого доказательства, ведь эти стихи не относятся к Назареям. Лучше бы лидеры секты привели тексты начиная с девятого стиха. Если же кто-то внезапно умрет рядом с ним, и он осквернит свои волосы, знак отделенности для Бога, то в день своего очищения он должен обрить голову. Он должен обрить ее в седьмой день. А на восьмой день, он должен принести священнику к входу в шатер встречи двух горлиц или двух молодых голубей. Священник принесет одну птицу в жертву за грех, а другую во всесожжение, чтобы совершить его искупление, потому что он согрешил из-за умершего. После этого в тот же день, он должен осветить свою голову, он должен снова отделить себя для Иеговы на весь срок своего Назарейства, и принести в жертву за вину барана, которому не больше года. Прежние дни не будут ему засчитаны, потому что он осквернил свое Назарейство. Ввиду чрезвычайных ситуаций Назарейство аннулируется. Обратим внимание на слова, умрет рядом с ним. Перейдя по этой ссылке мы видим, что все находящиеся в шатре автоматически становятся нечистыми. Вот закон, которому нужно следовать, если человек умер в шатре, тот, кто войдет в этот шатер, и тот, кто уже находился в нем, будут нечистыми семь дней. Итак, если у этого Назарея в доме хоть кто-то умер, то его Назарейство автоматически прекращалось, и он мог присутствовать на похоронах. С этим все ясно, но у нас остался главный вопрос. Само присутствие на похоронах являлось ли это чем-то неправильным, становился ли Назарей нечистым? Итак, представим, что у этого Назарея умер отец, который жил не в его доме, мог ли он присутствовать на похоронах? Общество Сторожевой башни заверяет, что нахождение рядом, вне дома, делает человека нечистым. С крыши дома Назарей смотрит на похоронную процессию. Умер член его семьи, которого он горячо любил. Но из-за своего обета, он не может участвовать в похоронах. Тот, кто вне дома прикоснется к убитому, или к умершему, или к человеческой кости, или к могиле, будет нечистым семь дней. Само нахождение Назарея на похоронах не делало его автоматическим нечистым, если конечно он не прикоснется к умершему или к чему-то нечистому. Перед нами так называемые Божьи помазанники, которых, по их собственным словам, избрал Бог. При этом они утверждают следующее. И за тем, что я собираюсь вам поведать сегодня, стоит Бог Иегова, не руководящий совет, не какой-то человек, а Иегова. В действительности это тот случай, когда за таким пониманием находятся непосредственно люди, которые манипулируют библейскими текстами в свою угоду. Именно эти люди будут показывать вам этот пример для ревностного служения. Прикрываясь Богом они будут побуждать вас больше отдавать организации. Они полностью и до основания разрушат ваши семейные узы. Найдя библейский текст они приспособят его к своему благу, притом полностью исказят саму основу, смысл и дух. Я думаю, что это вы должны знать, берегите себя. Так как не всегда видны все комментарии, то используйте инструмент упорядочить. Упорядочить.